69-й день, ребят. Да, выходит он позже, нежели чем все остальные, потому что я вчера не записал ролик, хотел очень сильно спать и проснулся только сейчас и записываю из-за этого этот ролик. Вот такая вот ситуация. Но, в любом случае, он выйдет, выйдет чуть позже, но, в принципе, это не важно. Самое главное, это, конечно же, пройти 171-й поединок, пооткрывать наборы. И прямо сейчас я это буду стараться делать. Появилась новая идея, появилась новая тактика. Ребята в комментариях мне посоветовали немножко по-иному пройти. Я дополнил эти советы своими какими-то видениями и теперь мы это все протестируем. Возможно, это все будет в минус, но, кто знает, вдруг получится пройти, потому что все-таки у меня цель пройти этот поединок. Непонятно пока как, непонятно пока каким образом, но все же есть шансы, поэтому стоит начать. Поехали! Также, ребят, на сайте gamegold.ru на данный момент проходят скидки. Переходи по ссылке в описании, вводи мои промокоды и получай самые шикарные бонусы на свой аккаунт. И главное помни, на сайте gamegold.ru самые низкие цены и самая быстрая доставка. И да, начать я хотел бы с того, что я уже открыл 4 набора в бесплатных наградах и мне нихрена не выпало. Да, здесь есть таинственный набор День Матери, где выпадает как раз-таки, или Скарли чуть не сказал, Синдал МК-11. Классный персонаж, но, к сожалению, пока не мой. Вот прям не мой-не мой, ни разу не выпал. Серебро, бронза, да, а этот персонаж нет. Плюс появился набор героя Шаолини. Если вы хотите классного персонажа Люкана классику, а он реально классный, то обязательно открывайте этот набор, потому что Люкан классический в вашем отряде будет смотреться просто на ура. Плюс еще можете получить классического Рейдена, что не так уж и плохо, 2 классика. Это очень хороший результат. Будете прокачивать, будете побеждать. Это классно, это круто. Ну, а меня ждет набор преисподней старшей боги, потому что там есть персонажи МК-11, которые мне не нужны. Ладно, все, переходим сразу же в поединок. У меня рептилия Скорпион Таня. Прямо сейчас вам покажу таланты. Для начала давайте посмотрим, что получится. Потому что таланты талантами, а тактика с рептилией довольно неплохо отыгрывает именно на Скорпионе, потому что Скорпион здесь это прям главная беда данного поединка. Казалось бы, это Скарлетт со своими вот этими вот пассивными способностями, но далеко это не так. Здесь, конечно, решает Скорпион, потому что его очень-очень сложно пройти. Так, привязку мы здесь повесили, а это хорошо. Вот сопротивление морозилки сработало. Поэтому, поэтому плюсы есть. Далее мы выбираем... Так, мы выбираем ее. Хорошо, хорошо, допустим. Ливаем одного персонажа, и вот тут вот я не успеваю нажать на спецприем. Хорошо, допустим, таким все образом. Далее я выпускаю рептилию, чтобы хотя бы как-то травануть персонажа, потому что, видимо, при смене он как-то отразил атаку. И да, видите, срабатывает Призрак, который очень сильно мне на самом-то деле помогает. Это плюс, это огромнейший плюс. И, блин, снова морозилка, я не успеваю спецприем использовать. И, скорее всего, меня добьют сейчас, да? Да, да, меня добивает. Ну, Призрак здесь, да, и Костяной щит, который я прокачал. Здесь они играют не самую глобальную прям роль, потому что, как вы видите, шансы на 15-20% практически не срабатывают. Ни Костяного щита тебе, ни, к сожалению, Призрака толком нет. На одном персонаже максимум, опять же, все зависит от везения. Если вешается морозилка, должно в этот момент меня как-то повезти со спецприемом, который вешает увечья. Ну, в общем-то, да, тут тоже очень много танцев с бубнами. Прокачка такая на талантах, на защите, Призрак, Учение, Ошинока. Естественная киберпрограмма Линквей со стойкой Сокола. И здесь стойка Всадника. Почему три таланта висят? Потому что у меня 103 типа таланта, а когда 103 ты вешаешь, происходит баг на перезапуск игры, и все таланты слетают. Я не знаю, почему у меня 103. Я проходил поединок, как и все три таланта. Откуда у меня? Я без понятия. Так, ну и Скорпион, Тайни, Рептилия. Сразу же снова продолжаем. Тут, опять же, я думаю, многие заметили, что все зависит от везения. Сабыча я добиваю. Практически два персонажа выжигаем. Но, опять же, есть свои нюансы, которые очень сильно мешают пройти этот поединок без огрехов. Ну, ладно. Хорошо. Не все пока так плохо. Как казалось бы, на первый взгляд. Пока даже телефон не фризит. Поэтому плюсы есть. Плюсы определенно есть. Вот, видите, я прям подошел уже даже к нему. И все равно сработала эта штука. Э-э-э, тихо-тихо-тихо. Тормозить там пока что нет времени. Так, и я снова замерзаю. И, видите, слетает привязка. Появляется данный долбик. И добивает мне, походу, персонажа. Да, да. Блин, почему такой жесткий урон? Я не понимаю этого момента. Я не понимаю, почему такой жесткий урон. У меня 180к. Он меня обычными ударами тупо выносит. Притом, мне здесь очень сильно нужен Скорпион. Без Скорпиона здесь играть смысла нет. Плюс Рептилия в прошлом поединке на четвертом слиянии блокбрейкера ни разу не пробил у Скорпиона холодную войну. Я без понятия, как это работает все. Я без понятия. Но давайте пробовать снова. Снова те же самые действия в надежде на другой результат. Вот знаете, типа, в психологии это не работает, да? Но в этой игре это работает постоянно. Ты надеешься на иной результат, а в какой-то момент этот результат есть. Потому что эта игра не построена на том, чтобы здесь какая-то соревновательная деятельность была, где ты благодаря своему там скиллу, благодаря умению понимания талантов или еще чего-то побеждаешь. Потому что у тебя есть какая-то база, при которой ты можешь атаковать, там еще что-то делать. Нет, здесь сработала конченая морозилка, сработало углушение. И вот первый костяной щит с просто дебильным шансом там в 250, наверное, тысяч процентов. Далее сразу же заморозка, сразу же не срабатывает призрак и сразу же проигрываешь. У меня первый бой был отыгран в разы лучше, нежели чем последующий. Как это работает? Я без понятия. Как работает призрак и получается костяной щит с шансом 20 процентов? Я без понятия. По-моему, там шансы 20 процентов. Я могу ошибаться. Сейчас посмотрим даже на этот момент. Я без понятия. Это один из тех показателей, когда многие оспаривают вот эти вот рабочие схемы. 30 процентов! 30! Это даже больше! 20 процентов! Это Кобзец, где они? Где эти 30-20 процентов? Оно непонятно. Вот 30-20 процентов я вижу только лишь, когда против нас играют в режиме Выживший. Там реально 30-20 процентов на призрак плюс костяной щит. Когда ты играешь этими талантами, у тебя этого нет. Именно у тебя такой штуки нет, такой системы у тебя нет. И поэтому здесь ты начинаешь задаваться вопросами, как и я. Где это все? А этого всего нет. Ты просто бьешь, бьешь персонажа. Ну вот где привязка, например? Ну, привязка, ладно, там тоже шансы есть какие-то. Но привязка здесь работает в разы лучше. Будем честными. Так, и здесь надо не добивать перса, потому что я и заморозился. Но добивать пока что... Это печально. Улетаем, улетаем, хватаем персонажа. Блин, рептилию хотел бы использовать только лишь против Скорпа, поэтому здесь жаль, что он выскочил. Но другой возможности у нас нет. Ну шо ж такое-то? Ой, блин. Ну как так везет-то мне, я не понимаю. 90 процентов, но хоть здесь повезло, потому что у меня сразу же после этого заморозка сработала. У меня привязка и костяной. Все супер. Вот здесь выборку такую делаем. Сразу же вешаем хоть какое-то отравление, потому что здесь, видимо, его не дождаться будет. О, сработал призрак. Ё-моё. Это неожиданно. И заморозка сразу же моментально. Нет, 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 двоих что ли, серьезно? Ну серьезно? Ну блин, ну такое ж нереально. Такое ж нереально, когда заморозка срабатывает сразу же на двоих и два персонажа добиваются. Блин, ну это, это как обздец просто, пацаны. Это нереально просто, я не знаю. Игра рофлит, игра рофлит. Ну опять же, видите, здесь дикую, дикую отыгровку. Прям зависит все от везения. От везения. То, что вот повесилось. И ни одного костяного щита. Ни одного, ни одного призрака. Это, это просто, я не знаю. Эээ, я, блядь, ну, типа, ладно, хорошо, допустим. Оставался один персонаж, по крайней мере. Я не знаю, что здесь сказать. Это, это просто игра ни в куда. Я не знаю, зачем здесь были придуманы таланты с этими процентами и шансами. Потому что проценты не срабатывают. Они вообще не работают, такое чувство. Я не знаю, может, когда-нибудь фиксанут и призрак и таланты. В свое время они работали на ура. Они выдавали те шансы, которые выдают. Уже какое обновление, я не знаю, может, года 2-3. Я уже не пользуюсь ни призраком толком, ни костяным щитом. Потому что это бесполезные таланты. Бесполезные. Раньше они выручали. Я постоянно ставил и призрака, и костяной щит. Но, я думаю, многие обратили внимание, что теперь у меня в талантах никогда они не прокачаны. Сейчас я попробовал снова. И снова убедился в том, что призрак и костяной щит играют наименьшую роль в победе над каким-то определенным персонажем. Потому что шансы малы. Прям очень малы. И куда это все катится? Я без понятия. Ладно, давайте смотреть прямо сейчас тогда магазин. Откроем набор. Ой, нет, 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 стоп, стоп. Чуть не открыл тот, который не хочу открывать особо. Откроем один набор. А уже на 70-й день я открою два набора, чтобы уже как-то, знаете ли, разбавить всю эту ситуацию более-менее. Потому что здесь я нафармил только один. Это сейчас за счет задания я еще один нафармил. Так, смотрим. Герои Шаолини. Давайте. Ой, блядь, что я за набор открываю? Блин. Ребят, ну это, это вот меня выбесила игра. Честное слово. Я не знаю. Я уже всякое говно открывать начинаю. Просто потому что... Я еще такой подумал. Каких 300... Каких 301 душа. Ладно. Надо 700 душ как-то накопить будет. Ну, у меня 359 есть. Осталось накопить как-то 359. Окей, окей. Ну, ладно. Один набор открыли. Хорошо. Ох, жесть. Просто-напросто жесть. Давайте тогда набор за 170, наверное, 1000 откроем. Ой, за 70 тысяч. Просто у меня там было 170. Откроем два набора. Может, блокбрейкер выпадет. Может, тогда уже на следующие пять попыток на 171-м поединке что-то добудет. Хотя шансы, опять же, они небольшие. Там, в принципе, ждать чего-то реально хорошего особо не стоит. Но, опять же, 140 тысяч монет. А они загружаются очень долго. Но они загрузились. И то хорошо. Так, ну и что мне тут падает? И мне падает говно. В принципе, ладно. На этом мы завершаем данный день. 69-й. В целом, не все так плохо. Опять же, я застрял на данном поединке. Пройти его дальше не могу. Но, в любом случае, надо к этому стремиться. Надо это проходить. И рано или поздно тактика подберется. А на этом пока что все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч.